Итак, продолжаем нашу программу онлайн, конечно же, продолжаем играть с Александром Горшковым. Так, минус три, у меня плюс десять, пишет Михаил Сергеевич. Я вам завидую, конечно же. И мы вновь соединяемся с Александром Горшковым, который сегодня наш игрок. Игры знания, в которую мы играем успешно. Алло? Алло? Мы снова в эфире. Меня слышно? Да, всё, мы продолжаем. Прекрасно, продолжаем. Продолжаем. И так. Итак, продолжаем нашу игру. Напомню, что мы на каком месте остановились-то? На Титанике. Мы прошли из Титаник. Я сказал ответ? Да. Сто лет в этом году. Да, С1912, это верный ответ. Следующий вопрос уже номер восемь. Александр, были ли вы когда-нибудь в Петербурге? Три раза. Да? Да. Это хорошо. Сходил, наверное, там всё за эти три года. А вот скажите-ка мне, какой из этих известных садов находится в Санкт-Петербурге? А. Эрмитаж. Б. Нескучный. Или С. Летний. На кону 30 тысяч рублей. Какой находится? Да. Какой из этих известных садов находится в Санкт-Петербурге? Эрмитаж, Нескучный или Летний? И сколько показаний ты даёшь? 30 тысяч. Тридцать две тысячи. Тридцать одна. Тридцать одна пятьсот. Тридцать одна. Ну ладно. Ну ладно, уговорил. Уговорил. Тридцать одна, это хорошая сумма. Ну, знаете ответ? Тридцать одна. Знаю. Вариант С. Летний. Это окончательный ответ? Прям точно-точно, да? Точно-точно. Вы его видели. Вживую. Ой, мне не везло. Сначала, в 2003 году, когда я поехал, я туда почему-то не пошёл. Потом, когда я в 2009, по-моему, году пошёл, он на реставрацию. И на реставрацию он до 2015 года. Я, к сожалению, побывал только у ограды. К сожалению. Но ничего, я ещё съезжу. По-моему, как-то до 2012 года. На реставрацию. Желаем вам посетить летний театр, потому что... Надеюсь, мне повезёт. Потому что он находится в Санкт-Петербурге. Верно, С. Молодец. Тридцать одна тысяча. Это очень хорошая сумма. Отлично. Итак. Ну, мы вот так уже дошли до девятого вопроса. Вот так быстро. Девятый вопрос. Александр, а вы умеете готовить? Одно блюдо. Всего. Яичница? Нет. Пельмени? Баранину под винным соус. Научить? Ох, давайте научите-ка. Как ещё раз? Баранина чё? Под винным соус. Замечательно. У меня... Я в Смакина нашёл. И я его умею готовить, пишет Сладко. Какой у нас клуб кулинар. Какая прелесть. А, яичницу. Тьфу ты, Господи. Это понятно. Это я умею готовить. Обрадовали вы что-то. Я даже это блюдо не считаю, потому что умеют все готовить. А вот так... Нет, Михаил Сергеевич, Макаревич уже не ведёт, только Лукант. Не одновременно. Итак, следующий вопрос звучит так. Без чего... Эрик, тебе надо кулинарную программу вести, пишет в чате. Да нет, спасибо. А сам-то умеешь готовить? Нет. Мой стыд. Ай-яй-яй-яй-яй. А я макароны могу сварить, пишет Илёха. А вот такой вот вопрос. Без чего не приготовить пахлавы? А. Орехи, Б. Чернослив или С. Гранат. И за этот вопрос я предлагаю 33 тысячи рублей. Так. Похвала вам за пахлаву, пишет Михаил Сергеевич. Итак, без чего же нельзя приготовить пахлавы? Пахлава, если я ошибаюсь, это восточный фрукт. Он не фрукт, а фрукты. 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 Наверное, не ошибаетесь, Александр. Подожди, подожди. Мы играем на 33? Или у тебя посмеет наглость попросить больше? Нет, на сей раз, когда я в чем-то не уверен, я больше не прошу. Так что не волнуйся. Хорошо. А когда я уверен... Кстати, это пускай тебе будет... Будешь узнавать. И раз я прошу больше, значит я знаю. Но раз не прошу, лучше остаться тем, что есть. Я запишу с вашего позволения. Обязательно. Хорошо. 33. А, кстати, у тебя еще две подсказки. Одна зритель еще есть и одна интернета. А, кстати, сколько всего вопросов? Это предпоследний, но ты еще можешь пойти на супергру. Знаешь, я все-таки возьму подсказку чата. Ага. Не интернета. Нет, интернет может пригодиться. Ну ладно. Может пригодиться. Давайте, мои кулинары, говорите, без чего невозможно приготовить пахлавы. Уже три человека пишут орех. Вот так вот. Я запишу три человека. Так, ого, уже еще два человека за орех. Ну, чатовцы только подтвердили то, что я в уме уже подумал. Ага. Ну, у меня были сомнения с гранатами. Чернослив вряд ли, но вот на орехе у меня как раз было. Спасибо, дорогие чатовцы, вы только подтвердили то, что я думал, ну это окончательно. Я тут пересел немножко. Неудобно было мне. Ой. Эх, завидуете ли у тебя такой стул, а я на табуретке сижу? Зато можешь барашку в винном соусе готовить. Да. Ой. Что-то неудобно мне как-то сегодня. Что-то тесновато. Ну, давай, вариант А. Подождите. Я что-то уже растерялся. Ну, как я понимаю, много за орехи голосует и некоторые за гранат. Ну? И что мы выбираем? А, я же сказал, я выбираю окончательно вариант А. А, орехи. Ага. Точно. Точно. Ладно, ладно. Так. Итак. Пахлаву невозможно приготовить без такого важного ингредиента, как... ОРЕХИ! И 33 тысячи заработал Александр Гошков. Отлично. И зрители тоже молодцы. Все. Что же, я за зрителем спасибо, что только утвердили этот вариант. Да. Помогли... Кулинаровый нашим. Окончательно выбрать. Итак, Александр, вот какое дело. Сейчас будет десятый вопрос, который может оказаться для тебя последним. На нем у тебя осталась последняя подсказка интернета. И еще ни разу не взял ты мне всего... Не дал сегодня взяточку. Так что тоже имею в виду. Вот. Я за все игры ни разу не брал вил. И пока что не намерен. Пора начинать, Александр. Что же вы так... Итак. Все когда-то бывает в первый раз. Я жду, Александр. Имейте в виду. Итак. Ну что ж, посмотрим, какой вопрос будет. Александр, вы не думаете жениться? Вот какой вопрос. Нет, я еще хочу погулять. Хе-хе. Я еще хочу погулять. Да. Ага. Ой. Хорошо. Вам же 18 лет сейчас, да? Да, в октябре исполнилось. А, ну да. Молодой, сейчас говорить. Что есть надежда. Речь пойдет о марше Мендельсона. Свадебный марш. Понимаете? Да, да. Ну вот. И... В каком веке влюбленные впервые могли услышать марш Мендельсона? А. В 17-м. Б. В 18-м. Или С. В 19-м. За этот вопрос я предлагаю 50 тысяч рублей. Это максимум. 18 тысяч. Александр, повторяю, 50. Да. Нам слабо цифрами написать. Ну, в 17-м веке точно нет. Александр, вы, по-моему, не расслышали цену вопроса. 50 тысяч, вы услышали это? Услышал. Я перевариваю в голове. А, хорошо. Рать больше или нет? А больше нельзя, это максимум. Ну, тогда я согласен. Да. Итак, вы знаете ответ? Я ответ знаю, но я хочу взять подсказку интернета. Чтобы убедиться. Наверное, последний вопрос, чтобы утвердиться, окончать. Хорошо. Итак, засекать время? Да, засекать. Сейчас. Достану свой телефончик. Вставай, доставай. Жду. Итак, в каком веке влюбленные впервые могли услышать марш Мендельсона? Минута пошла. Олег Ковалев, как всегда, считает, мы без вас знаем. Вот на камеру даже покажу вам. Нет, вот так вот. Вот так идёт время. Всё. Я уже могу отвечать. Останавливает время? Да. 19 секунд. И к чему вы пришли? Я пришёл к выводу. Кстати, я даже не подумал, что вариант С в 19 веке. А какой источник, если не секрет, википедия? Википедия, да. Ой, мы незаметно подошли к концу эфира. У нас время истекло уже почти. Господи. Ну, давай этот вопрос, а завтра я как раз подумал, тебе не на суперигру. Просто время так быстро летит, я аж не заметил. Вот. Просто ужас какой-то. Давай, сейчас я отвечу на этот вопрос, ты скажешь, правильно это или нет. А завтра я подумаю, тебе не на суперигру. Виктора всё равно вроде пока нету, поэтому мы можем чуть-чуть продлить. Итак, к чему вы пришли? В 19 веке. Ага, в 19. В 1842 году, если быть точнее. Из википедии или откуда вы взяли эту информацию? Википедия. Ага, в Википедии просто иногда врет, бывает. Ну, на год-два, не больше. Ага. На год-два, но век это невозможно ошибиться. Итак, окончательное решение С19, точно? Да. Хорошо. Кто бы подумал, кто бы знал, но влюблённые впервые услышали Маш Мендельсона в 19 веке, верно, и 50 тысяч рублей заработал Александр Горшков. Молодец, собственно говоря. Молодец, интернет. Но Александр тоже. А вы как предполагали-то, Александр? Ну, всё-таки в 18-м веке предполагал. Ага. И правильно сделал, что уточнил. Ну, ты молодец. Да. Так, что же нам делать-то? Виктора вроде нету, мы можем чуть-чуть продлить эфир. Хм. Вот такие дела, но если Виктор меня вырубит вдруг, то уже до завтра. Александр, я пока вам дам время подумать, идти ли нам на суперигру. Хорошо. Вы заработали 171 тысячу 100 рублей. Это хорошо. Это неплохо, да. 171 100. Мы можем забрать эти деньги и не рисковать, а можем попробовать на суперигру. Могу сказать, что тема суперигры «Смертная казнь». Ага. Так-так-так-так-так. Я пока пересчитаю деньги на всякий случай. Пересчитай. На калькуляторе, мало ли что-то, а вы пока думайте. Желательно вслух, можно. А что думают чатовцы? А я пока считаю деньги. Так-так-так-так. Да, всё правильно. 171 100. Так-так-так-казал мой... Тут мнения разделились. Часть думают, что нет, а вот некоторые думают «Играй». Итак, ну, что подсказывает твой внутренний голос, Саша? Внутренний голос подсказывает мне «Будь осторожен, «Смертная казнь» — это не твой конюк». Может, стоит забрать деньги, Саша? 171 100. А знаешь... Ну, столько, сколько набрал, это немало. Я думаю, не буду я рисковать. Я один раз рискнул. Итак, всё-таки мы не идём, да? Да. Прошу ещё раз подумать, последний раз. Да или нет? Да. Да, я не пойду. Я пойду. И 171 100 рублей заработал Александр Горшков. Александр, поздравляем! Ура! Мой вопрос-то был. Вопрос? А вопрос был такой. Что может попросить приговорённых к смертной казни в США? Последний звонок или последний ужин? Как вы думаете? Как было ответено? Я думаю, если он не дурак, ну, либо последний звонок, поесть вряд ли он будет провестись. Так всё равно ему это уже не нужно будет. Наверное, последний звонок. Итак, последний звонок или ужин? Что вы ответили? Последний звонок. А правильный ответ, последний ужин. А... Представляете себе? Да, правильно, что не рисковал. Да. А вдруг я действительно бы сказал, последний звонок. И вот и проиграли бы. Тем более, тем более последний ужин, ну, не тянул. Я не знаю, зачем ему перед смертью есть. Зачем? Ну, кто ж их знает, американцы? В США вообще зажрались, пишет Влад Федорович. Да. Ну, могу даже прочитать пояснение. Вот пишет. Давай, пишите. Культура смертной казни в Штатах США обычно включает право осуждённого на последний ужин, приготовляемую за несколько часов до казни в соответствии с его просьбой. То есть он заказывает, что хочет съесть, ему дают. Вот так. Представляете себе? Виктор вроде как пришёл, поэтому он меня сейчас отрубит. Поэтому прощаемся. Хочу пожелать, чтобы в пятницу смотрели смехотерапию и мою рубрику. Да. Александр, спасибо. Всем до свидания. Спасибо за игру, до свидания. Вот так вот. Ну что ж, вот такая у нас сегодня была игра, вот такой сегодня выпуск был. А кто будет играть завтра, давайте-ка решим завтра. Я ещё, честно говоря, не определился. Ну, посмотрим. Поживём, увидим. Приходите завтра. Вот. Так что, обязательно решим завтра. Главное, приходите. Так, Виктор сейчас, надеюсь, продолжит эфир. Если нет, то ожидайте. А я с вами прощаюсь до завтра. Увидимся в 17.30 по московскому времени. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Буду рад вашим отзывам, вашим комментариям, вашим сообщениям по поводу передачи. До завтра. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok